Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала «Про цветок». С вами Юлия Кондратенок, и сегодня мы говорим о том, как защитить нашу смородину и кружевник от такой опасной болезни, как мучистая роса. Еще недавно мучнистой росы поражался только кружевник, и она, эта болезнь, практически извела столь ценную ягоду из наших садов. Но, к сожалению, чем дальше, тем опаснее становится вредитель. Уже болеет черная смородина, красная и даже белая. Что нужно сделать, чтобы избавить наши ягодники от этой опасной болезни? Самое главное, конечно, кроется в уходе, и начинать нужно было еще рано весной. Но и сейчас еще не все потеряно. Мы с вами можем и должны остановить развитие этой опасной болезни. У нас начинается созревание, и в этот момент, конечно, использовать серьезную химию ни в коем случае нельзя. Поэтому обращаем внимание в первую очередь на агротехнические приемы, и на биологические средства защиты. Какой же агротехнический прием нам доступен? Во-первых, мы должны создать все условия, в которых мучнистой росе будет очень плохо. Что это? Во-первых, это солнышко. Мучнистая роса смородины кружевника не любит яркое солнце. Она любит тень. Мучнистая роса любит сырость, любит загущенность. Поэтому уже сейчас мы можем немножко пронормировать наши кусты, убрать лишнюю поросль, которая загущает ее. Второе. Очень важный момент. И именно сейчас. Мы можем предупредить дальнейшее развитие болезней, увеличив дозу в подкормках фосфора и калия. Избыток азота приводит к активному росту молодых побегов, к замедленному одревеснению и, как следствие, повышению восприимчивости к мучнистой росе. А вот фосфор и калий как раз наоборот. Ну и, наконец, это обязательно подъем ветвей. Ветки, которые ложатся на землю, поражаются мучнистой росой, а также кучей других болезней очень быстро и очень охотно. И уже с них болезнь подыбается все выше, выше и выше. Подымаем наши веточки. Видите, как здесь хорошо сделано. Куст хорошо просвечивается, продувается воздухом и болезненем не задерживается. Но все-таки не стоит терять бдительность. И мы применяем биологические препараты именно в период созревания. Какие? Это всем известные. Бактаген, бактофит, фитоспорин М. Это аллерин Б. Можно использовать и такие грибковые препараты широкого спектра действия, как знаменитая триходерма, баверия, метаризиум. Да, две последние культуры в основном действуют против вредителей. Но, находясь на поверхности листа растения, они создают невыносимые условия жизни и для грибков, помогая растению справиться с ним. При использовании биологических средств защиты следует помнить, что, во-первых, следует подобрать подходящую температуру воздуха. Слишком высокая температура, жара инактивируют биопрепараты, и их эффективность резко снижается. Поэтому обрабатываем желательно либо в погоду 20-25 градусов, либо в вечернее время, чтобы у ваших биопрепаратов было время за ночь поработать. Второй момент. Это все препараты контактного действия. Поэтому, когда мы обработали и прошел дождь, обязательно нужно будет после дождя повторить обработку. И при обработке вся поверхность листа должна быть покрыта раствором, содержащим споры грибков либо бактерий. Только тогда они смогут действовать максимально эффективно. Ну и, конечно, не забываем про нижнюю сторону. После сбора урожая настает время для работы с серьезными препаратами. К сожалению, биологическая эффективность биопрепаратов немножко ниже, чем у синтетических, химических. Поэтому полностью от них отказываться мы не будем, особенно если у вас уже есть вспышка, или ваши сорта такие вкусные, хорошие, восприимчивые. Поэтому после уборки урожая устраиваем своим кустам смородины, крыжовника, хорошую обработку. Что можно использовать? Во-первых, это всем известный топаз. Это топсин М, бенамил. Это теовиджет, которые сдерживают развитие не только мучнистой росы, но и целого комплекса других листовых пятнистостей, которые могут испортить здоровье нашим прекрасным кустам. И, конечно же, осенью обязательно опрыскивание, искореняющее раствором мочевины. Дело в том, что возбудитель мучнистой росы прекрасно зимует на пораженных побегах и листьях, чтобы потом весной подняться с земли, так сказать, восстать из мертвых и заразить наши кусты. Поэтому искореняющая обработка обязательно осенью. Поэтому уборка опавшей листвы обязательно осенью. Ну и, конечно, вырезка уже пораженных побегов. Если вы в ходе осмотра обнаружили, что на какой-то веточке все-таки завелась мучнистая роса, ни в коем случае не оставляем. Вырезаем и в костер, потому что именно с нее паразит начнет расселяться по всем остальным веточкам. В таком случае, если вы будете соблюдать эти, в принципе, простые правила, ваши кусты будут здоровы, красивы и всегда с хорошим урожаем очень ценных витаминных ягод. Прответания вам и вашему саду! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. И до новых встреч! С вами была Юлия Кондратенок. Субтитры создавал DimaTorzok